Привет, Армина! Привет, привет! Ну вот мы с вами и добрались до конкурса мистер-мисс старшей отряда. А знаете, что это значит? А это значит, что сегодня у нас заключительный конкурс второй смены лета 2021. Радоваться здесь должна была только я, а вы должны были сказать «мммм». Давайте еще раз. А это значит, что сегодня заключительный конкурсный день второй смены лета 2021. И я с вами согласна, потому что те дети, которые сегодня у нас в зале, на сцене, это самые стойкие, самые, ну короче, самые-самые. И я хочу от лица всего лагеря «Орбита» сказать первому отряду. Дети, вы смогли. Дети, вы добрались до конкурсного дня. Слово «выжили» я не буду использовать. И в честь этого мы вам дарим от лагеря «Орбита» вот такие замечательные фотографии! Подборное аплодисменты я ей вручаю воспитателю первого отряда, Блиниковой Марине Александровне! Дай мне только как право! Аплодируем! Посмотрите, какие красивые! Нет, отдельные слова благодарности Павлу Ивановичу. Он настоял на том, чтобы эта фотография не была 5 на 8, а была такого большого размера аплодисменты Павлу Ивановичу. И так мы начинаем, потому что именно сегодня, именно часа через полтора, мы узнаем, кто же станет мистером и мисс «Орбита» второй смены летом 2021. А также мы узнаем, кто из них заслуживает звание «Супер Пара». И так вы готовы? Ну-ка-ка, встречайте, конкурсанты! Кстати, я хочу сказать, они все из первого отряда! И так, знакомимся! 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 Это были прекрасные девчонки! Один! 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 Эфиз! Дом! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это да! Итак, настало время узнать, кто эти герои! Артём Шоу! И Байсулина Юлия! АПЛОДИСМЕНТЫ ЭЛИЗА ПОТРИЗЕМ ИЛЬЯ! И КУВАЛЬМА Юлия! И КУВАЛЬМА Юлия! И КУВАЛЬМА Юлия! Встречаем Илья Галязникова! Арина Зламина! Неслышно, Бога! Аплодисменты! И цветы, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ И так, я попрошу пары вот таким же образом продвинуться к шторам под бурные аплодисменты и сами аплодируем. Потому что у нас есть еще представители первого отряда. Сегодня на этой сцене вы увидите двух замечательных парней Black and White. Встречаем бурными аплодисментами! Это Мостарев Павел! А это White! А это Black and White! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вау! Black and White. Посмотрите, партнерские отношения, они очень-очень ценные. Ну что ж, вот эти восемь участников, четыре пары, которые председуют название супер-пара Mr. Miss. Но всех вы их знаете, но не очень хорошо. Поэтому... Тебя все знают. Поэтому я предлагаю открыть наш сегодняшний конкурс. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу представить наше жюри. Это знатоки красоты. Это знатоки пластичности, интеллекта. Ну, в общем, все люди, которые всегда здесь находятся. Это заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мартынова Елена Владимировна. А, да, снимай. Дальше. Это... Воспитатель четвертого отряда Арсеньева Екатерина. Она просто с вами на одном. Это спортивный инструктор Глушанков Владимир. АПЛОДИСМЕНТЫ И, как я понимаю, председатель жюри, это наш продюсер, креативный консультант, художественный руководитель Ковалев Александр Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы обратили внимание, что жюри специально составлен таким образом, чтобы оценка была честная. То есть у нас есть и девушки, и молодые люди. То есть все как надо. Теперь я объявляю первый конкурс, который называется «Визитка». Давайте разберемся, что у вас с визитками. Она у вас общая на всех или по отдельности? Есть ли она вообще? Отдельно. То есть мы вызываем парень, как во всех конкурсах, так и получается. А. Ну все, тогда подбурные аплодисменты. Мы продолжаем нашу парень. Добрый день. И начнем. Самыми смелыми оказались у нас Юля Куваева и Илья Патриденный. И, видимо, именно о них мы узнаем первыми. И я хочу сказать, что действительно... Переодевайтесь. Тогда, может быть, есть дети, которым не надо, Марина Александровна, переодеваться? А, вы готовы, да? Пожалуйста, берите стульчики. Black and White. Можно стульчики поближе, ребят, да? Нет, мы с ними вместе. А, вы просто посидеть? Нет, мы вместе. Сейчас мы сидим, может, уже готовы, мы переодеваться. Марина Николаевна, я могу объяснить. Не надо. Все, сейчас все разберемся. Итак, Black and White. Вы можете еще раз поприветствовать их бурными аплодисментами. Да, конечно. Кстати, это очень хорошо. Павел, возьми микрофон. Дело в том, что... Вставай уже, идем сюда поговорим. Дело в том, что раньше очень часто у нас один из конкурсов был этот рассказ анекдот. Потому что анекдот все-таки это умение преподнести, да? Это артистизм, это память, это понимание того, что можно говорить, что нельзя. Но анекдот обязательно должен быть смешным. Чтобы в зале все вот так говорили. То есть просто они смеялись, держались за живот. Ты готов к этому? В принципе, готов. Готов. Тогда, внимание, анекдот от Павла Башкарева. Жили на свете три брата. Младший, старший, средний. Ну и вот. Пошли они, короче, ловить рыбу. Ну и один из них поймал золотую рыбку. Ну и все. По схеме предлагает золотая рыбка загадать им три желания. Ну, первый, самый старший, самый умный, самый мудрый. Решает загадать себе ящик золота, чтобы на всю жизнь хватило. Загадал он. Средний брат посмотрел за старшим. Думает, ну вот тоже закажу я. Большой ящик золота заказал. Младший брат стоит, думает. Говорит, хочу, чтобы у меня рука трясла. Вот так. Ну и все такие. Думают, ну ладно. Старший брат опять. Ну, думает, думает. Говорит, хочу самую жену красивую в мире. Ну вот, бам, у него самая красивая жена в мире. Ну вот, средний. Так же решил повторить. Ну вот, хочу такую же красивую, чтобы у нас двоих было самая красивая жена в мире. Ну они одна? Нет, разные. Ну и вот, говорит младший. А я хочу, чтобы у меня нога тут стоит. Смахивать на руку левую вперед, а потом и назад, да? Чем-то да. Ну и вот стоит он, трясется. Продолжает. Ну вот старший брат думает. Чего ты заказал последний? Ну, золото, жена есть. Хочу вот, ну вот, кареточку. Золотую, красивую, роскошную. Ну и вот, карета, естественно, появляется перед ним. Средний брат думает, думает. Ну и не стал изменять своим действиям. Ну тоже заказал карету. Ну вот, младший брат постоял, подумал. Говорит, хочу, чтобы у меня еще голова тряслась. Ладно, он стоит, трясется. Ну и вот, сели они в карету. Старший брат с золотом, с женой, средний тоже. Ну вот, у них все замечательно. Младший брат сзади сидит вот так вот. Блин, что-то фигню загадал. Смешной антикот, правда же? Ну а что ж вы не смеетесь-то? И я смотрю, у нас уже кто-то готов, да? Кто готов? Какая пара первая? Арина и Илья. Правильно я понимаю? Так, хочу сказать, что сейчас будет шоу «Маска», эфир. Поэтому встречаем наших первых участников. Просим вас зайти. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! Я Валя Карнавал. Я отрывала наказанием целых 8 лет в колонии художественного режима. Ну вот, сейчас ушел. По условным досрочным. Всем привет! Я Егор Крис. Последние 10 лет, впервые между концертами, я катался с горки на горку. Мы настолько идеальные пары, мы любим вместе есть пельмени с фасолью в томатном соусе. А еще я люблю сладкие булочки. А я очень люблю зеленый лифт. Ведь он настолько зеленый, прямо как твои глаза. А-а-а! И знаете, я настолько часто говорю о любви, что она заикает, и не пишет рассказ о мне. Так, ну мне кажется, что это Вова Глушенков и Арина Блиникова. Нет? Нет. Арина. Так. Ну, наверное, это Лорис Николаевна и Александр Сергеевич Тувальев? Ну, конечно. 100% на гублянии. Угадали. Все, получается, давайте их называем и есть следующий. Так, это... Точно, это Илья Голясников и Арина Зловина. Аплодисменты! Мы как-то старались спиваться. Да, либо хоть чуть-чуть. Мы просто лучше. И у вас это получилось. Аплодисменты! Это Руни, Руни и Арина. И я так понимаю, что маски на этом не закончились. Конечно. Теперь мы на сцену мы приглашаем вторую пару. Подборные аплодисменты! Всем привет! Меня зовут Лиса Алиса. А меня кот Вазилио. Я... Первый факт обо мне. Семь раз я пытался доплыть до Атлантиды. А я шесть лет пыталась допрыгнуть до седьмого неба. Раньше нашим общим любимым числом было 102. Но теперь у меня 95. Ты что, убегаешь от меня? Нет. Я просто ухожу красиво. Я просто ухожу красиво. Обычно я выбираю между четырьмю и пятью поцелуями. А ты? А я работаю в регистре от трех до пяти. Я на орбите уже восьмой раз. А я прилетел одиннадцатый. Это Лепс. Да, это точно. Не угадали. Если это не Лепс, то это Рада и Рой. Нет. Так, блин. Так, так, так. Кто же это может быть? А, все, я понял. Марина Блинникова и Павел Малович. Да? Конечно. Паш, ну, выручай. Мы это быть в Мои Рой. Опять мне придется за него отдуаться. Надо опять подумать. Ладно. Я догадался, кто это. Это Артем Жук и Юлия Фазюлина. Теперь все так же под бурные аплодисменты. Мы же встречаем нашу третью пару. Меня зовут Роза Барбоскивая. А я Тимош. Вот я умею крутить пируэты и кручу их уже три года у самых лучших хореографов. А я там месяца семь на пуши тренируюсь. Ой, попаду, не попаду. Одолею, не одолею. Еще нужны годы упорных тренировочек, чтобы одолеть ее, понимаете. Хотите, приемчик покажу? Хукуешь, притягиваешь, мультуешь, воняешь. Раньше я ездила на 102-ом автобусе, а теперь мы вместе ездим на 91-ом. Так, кто же это может быть? Ты стой, попридержи коней. Сейчас мы еще расскажем. Я уже восьмой раз езжу с друзьями в деревню Орбитово. Фу. Я раз тринадцать, ну такой-си. Ты тюй. Знаете, чем я еще занимаюсь? Диспайл. Смотрите, это потом. Я, короче, ходил в музыкалку. Четыре года. Я там пел, на скрипочке играл, на пианико поигрывал. Научился петь. Хотите продемонстрировать? Очень. Да, очень хотим, пожалуйста. Пожалуйста. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит. И так же мужик, как и я. Моя игра, моя игра, обладнится я одна. Все, класс. Молодец. Могу еще на скрипочке сыграть. Но я ее продал через три дня, как закончил. Я тоже. Я тоже. Так. Вот смотрю я на вас и думаю, на кого вы похожи? Вот вроде Женя Козовова и Паша Башкарев, нет? Ты что, придурок, я тут сижу. Я его где-то видел. Это Паша Патриотедовый и Ирина Ивановна. Нет, это Саня Патриотедовый, я тебе отвечаю. Илья. Илья? Илья Патриотедовый. Здорово. Юля Куваева. Да. Ура. Это Паша Илья Патриотедовый и Юлия Куваева. Аплодисменты. Ну и встречаем нашу завершающую пару под номером четыре. Все так же бурными аплодисментами. Всем привет, а женщины? А я чудуме еще. Так произошло, что после трехлетних похождений на баллы я поскользнулся и провалился под воду. После этого я там пробыл 10 лет и все-таки смог вылезти на сушу. И попало я так в 102-е царство. Там я и нашел свою красавицу. В детстве в деревоастом королевстве я очень любила танцевать. Но злой волшебник забрал меня в заточение на 10 лет. Но чудовище меня спас. И теперь я спокойно могу танцевать на балаху. После того, как я ее спас, мы поехали до ее дома. Там забрали ее вещи и на лето улетели на орбиту. На курорт. Вот такие вот дела. Вот так. Как вы думаете, что я с таким где-то танцевал? На танце. Это, короче, Тимофей Широков. Что, похож? Сильно? Нет. Ну ты, блин. Так, ну я думаю, это наш любимый повар Галя из столовой и наш инструктор Петров. Почти. Ну, с первой попытки не получилось. Галя Широких и Семен Князев. Ом. Здравствуйте, Галя Широких и Семен Князев. Гульные аплодисменты. Молодцы! Всем спасибо. На этом шоу «Маска» заканчивается. С вами были ведущие Павел Башкарев и Тимофей Широков. Вот это бывает. И так аплодируем, аплодируем, потому что, я так понимаю, мы ждем, чтобы теперь они были один снова. Но давайте тогда так, если уж у нас Паша рассказал анекдот, давайте я буду попросить Тимофея это сделать. Давайте его позовем. Тимофей! 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 Вот и он, посмотрите, он появился оттуда, откуда не ждали. Тимофей, у тебя есть микрофон, есть минута славы, вернее, есть минута для того, чтобы рассказать нам тоже о анекдоте. Но помни, что в зале дети, и ты должен, ты должен поздравиться так, чтобы пересекали к Павелу, потому что его анекдот был просто разрывающим. Я попробую. Ну давай. Шли как-то три богатыря по полю. Идут, и навстречу им Ардан. Ардан говорит, «Ребят, если у вас месть в сумме будет 100 сантиметров, мы вас отпустим. Если нет, убьем». Ну... Что-то мне уже не нравится. Да, Мария Никитич достает свой месть. Он у него 50 сантиметров. Так, подождите. Алла-бабушка, давайте конкурсы только записывать. Там все цензурно. Месть. Я поняла. Например... Алюш Попоевич был еще. Илья Моробец. Илья Моробец достает свой месть. У него он 40 сантиметров. У него не может быть меньше. Может. Не может. Может. Тут достает Алеша Попоевич. У него 10. Ну все, у них в сумме набралось 100. Их отпускают. Все, они идут, радуются, говорит. Вот. Если б я взял другой мяч, мы бы могли не доставать свой. Это сказал Доврын Никитич. Илья Моробец говорит, «Да если б я достал, нас двоих бы хватило». Алеша Попоевич говорит, «Если б я свой забыл, нас бы тут всех положили». Я поняла, что мой любимый богатырь – это даже не Илья Моробец, а Доврыня Никитич, да? А почему выбор на него пал? Потому что он Доврыня? Ну вообще, когда называют… Да-да-да, когда называют богатырей, начинают всегда с Ильи Моробца. Он постарше. Он постарше, да-да-да. Нет, но у каждого свой герой. Поэтому аплодисменты Тимофея. Это было просто стоп-считательное. Ну а наши конкурсанты уже готовы. И мы приглашаем их в фольгу и аплодисменты на эту сцену. Значит, сейчас у нас будет конкурс, который называется «Тайное становится явным». «Тайное становится явным». Сейчас, наверное, мы сделаем вот как. Давайте девчонки все четыре сюда, а мальчишки четыре все туда. Этот конкурс, в котором вы работаете каждый за себя. Сами на себя. То есть количество баллов вами набрано у вас и будет зафиксировано в табличке. Семен, для этого понадобятся микрофоны. Возьми, пожалуйста, их. «Красный не бери». «Красный не бери», да. А дай сразу два микрофона девочкам, потому что сначала мы будем работать с девочками. Девчонки, вообще вы уже в таком возрасте, когда, я так понимаю, у вас уже и пары есть в отряде, и любовь, правда же? Ну то есть вы так давно друг с другом общаетесь, что можете утверждать, что знаете друг о друге все. Правильно? Девчонки знают о мальчишках, мальчишки знают о девчонках. Так вот сейчас у нас будет такой конкурс. Я вам буду девочкам предлагать чисто мужские слова. Вам нужно будет дать определение, что это такое. А мальчикам чуть позже я задам чисто женские слова. Они тоже должны будут определить, что это такое. Все понятно? Ну, Галь, давай с тебя начнем. Итак, отвечаем на мой вопрос в микрофон. Итак, девочкам о мальчиках. Галь, как ты думаешь, что такое мормышка? А мальчики знают. Видите, я же везде сказала. Хорошо, смотрите. Давайте так, чтобы заработать количество баллов, большое, можно же импровизировать, согласитесь. Ведь мормышка, если я не знаю толкование этого слова, то я могу что-то придумать, хотя бы созвучно или что-то. Итак, как ты думаешь, что такое мормышка? Подмышка. Прекрасно. Мормышка – это подмышка. Ну, чего не право? Подмышка. Мальчики, это правильно ответ? Да. Молодец, Илья. Вот это поддержка. Мормышка – это подмышка. На самом деле, мормышка – это рыболовная снасть. Ну, просто обычный крючок. Аплодисменты Галине. Я передаю микрофон. Ильичка, ты должна сейчас нам сказать, парни сейчас сразу сделать, вы что знаете. Что такое дриблинг? О, смотрите, смотрите. Что такое дриблинг? Пожалуйста, импровизируй. Давайте только ширенько так. Я думаю… Ну, допустим, это какой-то мужской спорт. Мужской спорт. Но это очень горячо, да? Мальчики, что такое дриблинг? Мальчики, что такое дриблинг? Молодец. Это, если быть точнее, мастерство введения мяча и лишаемые аплодисменты. Арина. Арина, что такое антифриз? Вот, видишь, каждая девчонка, это легко. Что такое антифриз? Это? Ну… Пусть, пусть… Анти – значит, что-то злое. Злое, а? Антифриз – это злой фриз. Правильно? Злой фриз. Это злой фриз. Фризеровщик. Это злой фризеровщик. Это такая есть, да… Ну, сама-то, значит, специальность. Фризеровщик просто злой. Мальчики, это? Это правильный ответ? Нет. Нет? А что это? Это не замерзайка. Это не замерзайка. Совершенно верно. Арина, когда у тебя будет своя машина, ты обязательно будешь знать. Юлечка, Юлечка, что такое трамблер? Юля, я думаю… Это? Я думаю, что трамблер… Это? Это что-то очень нехорошее. Нехорошее? Да. Это нехорошее. Так, мальчики, что такое трамблер? Это не хорошее. Это такое нехорошее, что говорить нельзя. Ну, давайте тогда, может, не будем говорить это. Ну, на самом деле, Юль трамблер – это деталь системы зажигания. Представляешь? Это деталь системы зажигания. Так, девочек, подержите, что-то у них совсем похоже. Давайте номер отвала отдайте. Так, Галя, ну, я думаю, что ты сейчас обязательно скажешь. Что такое буллит? Буллит. Буллит. Это глагол? Это глагол. Нет, это не глагол. Это существительное. Удобительное. Итак, ты думаешь, что я не выговариваю? Бурлит, хотелось сказать? Бурлит. Нет. Итак, я думаю, что это? Я думаю, что это приспособление, используемое для починки автомобиля. Молодец какая! Посмотрите, как это было красиво сказано. На самом деле, бурлит это? Что это такое? Это штрафной образов в хоккей. Аплодисменты, девчонка. Итак, Юлечка. Юля, а что такое канифоль? Тишина. Тишина. Что такое канифоль? Наверное, это что-то связанное с машиной. Какая-нибудь деталь. Так. Нет? Давайте поменяем. Так, сейчас. Давай. Канифоль это. Только быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Намекни. 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 Мерка очень хорошо объясняет. Итак, канифоль это смола для пайки. Пайки. Ариша, следующую тебе. Арина, а что такое гальюн? А может, по буквам? А, по буквам или по звукам? Давайте по слогам. Гальюн. Боже. О, это юная галя получилась, да? Гальюн. Это какой-то китайский вообще. Нет, нет, это не китайский. А кто-нибудь из вас знает? Да. Да, мы расскажем, да? Итак, гальюн, я думаю, что это? Напиток. Напиток. Совершенно верно, потому что гальюн это уборная на сутне. Туалет, короче. Напиток. Передаем микрофон. Юлечка. Ну и последнее, наверное, что такое стрит-флэш? Стрит-флэш. Тишина, тишина, тишина. И стрит-флэш это в покере. Правильно. Вот это да. Мне кажется, этого уже достаточно. Стрит-флэш это самая старшая покерная комбинация. И вы говорите, девчонка, молодцы! Отдайте мне такую дворьня. Девчонки, отдыхайте, да, отдышитесь. Так, вы не против, если мы Black and White тоже пригласим сюда? Так, Black and White поднимайтесь на сцену, потому что вы сильно много выражаете. Сейчас мы узнаем, как хорошо вы знаете девичьи слова. Ой, как интересно. Итак, Семен, начнем с тебя. Итак, Семен, что такое кюлоты? Тишина, тишина. Девчонки не подсказывать. Носки. Это? Носки. Это носки, но он очень близок, потому что это брюки, но все-таки это одежда. Ему аплодисменты передаем. Артем, что такое хайлайтер? Тишина? Это, по-моему, чтобы кожу пристелы. Передаем микрофон дальше. Илья, что такое шугарик? Тишина, тишина. Шугарик, это что-то связанное с сахаром, когда с сахаром... Нет, нет. Тишина. Шугар, сахар, сахар, все одно и то же. Значит? Значит, сахар. Нет, а шугарик это? Процесс намазывания сахаром тела. Зачем? Потому что. Итак? Итак, волосы. Так. Волосы, сахар. Идя. Нет, но он почти близок. Просто он не может все это соединить. Итак. Сух из волос. Шугарик, это действительно связанное с сахаром, но только... Это для удаления волос. Аплодисменты, Илье. А Ариенка уже боится, бойся. Потому что тебе, тебе такое слово попало. Что такое спонж? Тишина. Это там макароны такие. Подожди, а почему это филищи слова? Ну, женщины должны готовить. Поэтому... Можно мне сказать слово-словое? Я думаю, что это женские макароны специально. Это те, которые вы вешаете на уши? Не-не-не. А что? Они готовят. Так. А женщины должны готовить. Поэтому они готовят макароны. Тише в зале. Тише. Это женские макаронщика. Это Илья. На самом деле спонж. Это все очень просто. Это губка. Губка, Илюша. Это губка. Для равномерного распределения тонального, допустим, крема на лице. Будем понятно? Итак, white. White. Вы готовы? Да. Пожалуйста. Что такое... Ой, тебе очень легкое досталось. Что такое криолиполис? Что, какой-то крем, что ли, там? Помажут где-то? Ну, не совсем. Не совсем. Ну, давай. Это какое-то действие. А еще раз повторить, как? Молодец жюбс. Так девчонок хорошо знают. Вообще, вообще молодец. Гриолиполис? Не, я второй раз тоже вряд ли произнесу. Гриолиполис. Гриолипс. Абсолютно верно. Это замораживание жира. Аплодисменты. Павел. Павел уже тут, который black. Black. А что такое перофероз? А мы это все должны знать. Это болезнь. Мы все должны знать это. Паш, ну давай, придумай, что это. Может быть, у тебя будет интереснее, и мы найдем это название. Перофероз. Да, на болезнь смахиваю. Паша? Ну, это, наверное, какая-то процедура с телом. С телом, да. Ну, в принципе, конечно, это процедура с телом. Это, ну, это такая обработка волос, которые обжигают огнем. Представляешь? Аплодисменты Бауну. А с другой стороны, волосы растут на голове, голова это тело. Это почти что правильный ответ. Семен, готов? Что такое тебе очень легко досталось? Мицеллерная вода. Ну, это смывать макияж. Смывать макияж? Ну, это так. Просто очивка. Аплодисменты. Ага, на нас. Передай на микрофон. А что такое мюли? Мюли. Что это? Мюли. Так, тишина. Тишина. Подожди, до этого все узнал, да. А девчонки там знают. Мюли, что это? Девчонки, что это? Подождите, да. Ты что будешь... Фонетический разбор слова произвести, что ли? Давай, итак, мюли, это? Это обувь, наверное. Это обувь, потому что мне показали девчонки. Но на самом деле, да, это тапочки на каблуке. Тапки на каблуке, представляешь? Аплодисменты Артему почти угадал. Илья, ну тут кафе. 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 Кофе. Каф. Каф, это... Аф. Собачка? Аф. Аф. Итак, что же это? Это просто собака. Крик собачки. Крик собачки. Кафе, это просто сережки. Сережки. Это сережки. Аплодисменты Илье. Я готов. Илюха, что такое плампер? Пампер? Плампер. Плампер? 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 Да. Что такое ламинирование? Ламинирование. Это укладывать волосы, да? Не совсем укладывают, но это действительно процедура с лолосами. Аплодисменты Тимопилу. Это знают. Ну и следующее слово, Паш, мы сами для тебя. Звучит примерно так же, как вы про меч рассказывали. Что такое органза? Органза. Органза? Органза? Салат какой-то? Салат? Ну, в принципе, неплохо. Ну, такая ткань. Молодец, Тимопей подсказал аплодисменты. Это действительно только так. Ну и давайте вот так вот. Кто знает, тот угадывает. Это уже без баллов. Что такое фуксия? Цвет. Цвет? Ну, вообще, это цветок, да? А вот цвет этого цветка стал цветом фуксии. Что такое супинатор? Суп готовить. Суп готовить? Приспособление, что-то там для овины, наверное. Абсолютно верно. Это связано что-то со стельками. Ну, внутренние детали низа обуви. Стелька, да. Ну и последнее, все знают, что такое ботильоны. Ботинки. Это ботинки. И парня мы говорим. Молодцы! Девчонки, идите к ним. Идите. В общем, я так понимаю, да, мы провожаем Black and White. Хотя, может быть, можно было и не провожать. Вот сейчас распределитесь по парам, потому что следующее задание будет самое простое. Вы в него очень часто играете. Следующее задание для пар. Поэтому работать будем просто парами. Давайте начнем с всех, у кого есть микрофон. Микрофон есть у Ильи. Тогда отдайте Юле микрофон еще один. Все остальные могут пока уйти на шторку, потому что мы играем в обычную игру, которая называется крокодил. А где вас тут? А что это? Я счастливый. А, вы не знаете, что такое крокодил? Юля, иди ко мне. А, нет, сначала вы решите, что такое крокодил. Сейчас вы вытяните листочек, на котором будут слова. Эти слова нужно объяснить партнерам, не называя этого слова. Ну, просто объяснить, что там написано. Ну, например, если я хочу, например, объяснить. Я понял, я понял, давайте оттяну. Ну, подожди, вы должны договориться, кто из вас не будет. Нет. Один загадывает, а другой отгадывает. Итак, Илья загадывает, Юля отгадывает. Сюда, пожалуйста. Юлечка, туда. У меня много заготовочек, поэтому ты выбираешь одну, слов там много. Пожалуйста. Да, начинаешь с первого. Итак, уважаемые жюри, у нас 2, 4, 6, 8, 10 слов. 10 слов Александр Сергеевич дает время. Сколько? Ну, как ты будешь? Без микрофона так удобнее, да? Итак, без микрофона удобнее. Итак, поехали. Говорить молоток. Говорить можно. А, можно? Молоток, да. Ты куда прыгаешь, ягушка? Что это? Говори просто, объясняй словами. Безьяна. В банке. Так. Ты что делаешь? Ты пишешь что-то? Нет. Нет. Подожди, ты сейчас все на конкурсу мои подсмотраешь. Турник. Сюда. Туда. Режешь. Ты что-то порезал, съел? Огурец? Помидор? Мм? Мм? Мам. Мам. Ничего. Можешь. Можешь. Прошел час. Да мы знаем, что он вернется. Рубашка. Расческа. Раски. Трупа. Потерная. Последняя, давай. Раски. Раски. Все. Аплодисменты. Раски. Молодец. 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 Это слово звучало? Да. Нет. Нет. Не все слова. Я забыл. Ты его забыл? Ну давай. Ну, Дональд. Ай, мой не смелый. Это действительно мусорг, они большие молодцы, угадали все слова. Время Александр Сергеевич засек, а будем дальше от него ориентироваться, правильно? Итак, отдавайте микрофон следующей паре, они подходят. Уже решили, кто... Кстати, я чуть-чуть сама немножко позабыла. Мы же только показываем, да, Александр Сергеевич? Теперь, получается, только показываем, да? Хотя можно было, в принципе, объяснять. Но теперь же только показываем. Итак, ты объясняешь, правильно? Арина, пожалуйста. Давай я микрофон буду держать. Деньги. Я просто думаю, я длина, давай быстрее, Люха. А больше, чем-то, а переверк. Что? Вот так. Я не могу понять, по его реакции она угадала или нет. Так. Что? Пистолет, автомат, стрельба. Ну, что? Другую давай. С бочисткой. Что? Наушники. Стол. Вола. Ну, что? Рассия, телефон. Метла. Метла. Что метла? По-другому скажи. Веник. Ну, ты друг давай. Шаги. Что? Еще раз. По-другому показывай. Что это? Висит. Что? Весы. А-а-а. Пыла. Это я развешиваю. Что? Грибы. А-а-а. 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 Что? А-а-а. Она одно слово пропустила, да. Давай его как-то объясним. Давай. Стреляю. Пушка. Гонка. Что? Ружье. Ура. Аплодисменты. Аплодисменты. Молодцы. Молодцы. Окей. Продолжаем. Юля, Артем. Почему все мальчики объясняют? Они не умеют объяснять. Юль, вы так решили добровольно? Да. Или все объяснишь? Хорошо. Итак, пожалуйста, Тима. Микрофон могу подержать. Итак, Артем и Юля. Да. Телефон. Скрипка. Покурка. Часы. Листочек. Телефон. Жюри. Вот. Что ты мне хочешь? Рукава. Маска. Что? Хорошо. А, я поняла. Там был браслет? Там был браслет? Что? Канат. Веревка. Правильно. Сила. Спортсмен, бодибилдер. Торцом. Атлет. Спортсмен. Кто ты такой? Спускаться? Ну, не знаю, как быстро ты потом заберешься. Давай. Ладно, что ты? Ручка. Я думала, татуировка. Конечно. Так, что у тебя осталось? Давай. Ну, уже последнее, короче. Я тоже могу помогать. Игота. Правильно. Давай показывай как-нибудь. Да никак их не показать. Старайся. Не может показать? Ну, давай тогда и оставим. Два слова у нас не получилось. Давай объясню, Артем. Да никак. Жук. Объясняй, жук. Давай, я. Заяц. Собака. Как объяснить? Какое сложное слово. Тоже животное. Кошка. Крыса, мышь. Да. Первое слово крыса. Тоже не объяснить вообще никак. Все? Все слова или одно осталось? Змея. Червяк. Без помощи. Да ладно тебе уже, это мой ученик. Стой. Покажи по-другому. Волна. Ручелка. Река. Река. Ну, извините, так получилось. Молодцы! 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 Молодец. Итак, поехали! Салют. Фейерверк. Молодец рождения. Спектакль. Проще. Лопушка. Телевизор. Телевизор. Дверь. Окно. Решетка. Стекло. Морковка. Кукуруза. Чукуруза. Мешок. Духи. Жарко. Жарко. Вентилятор. Вера. Бананки. Крокодил. Принцесса. Платье. Юкар. Розетка. Все? Я готов. Коман. Команейный вкус. Кровь. 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 Человек. Кровопикс. Кровопикс. Кровь. Кровь. Все это слышали? Кровь. Как я стала вверх. Кровь. 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 Зачем вы берете этот микрофон красный? Зачем они берут? Ну что, позовем Black and White? Давайте. Кровь. Итак, кто из вас будет что делать? Ты отгадывай, вводи. Итак, пожалуйста. 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 Итак, начали. Фотоаппарат? Шампура? Мясо? Шашлык? Перчатка? Сайга? Кролик? Заяц? Барабаны? Крилл, что ли, заяц? Сайга? Спичка? Можно. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Че? Песны? Что за елка? Елка? Ну это уж так съем. Ага. Дальше. Нож? Шпаги? Волк? Че, танцы? Ягода-малинка там, ягода-малинка, туда-сюда. Танцор? Танцовщица? Танцовщица. Великие и могучие русские языки. Все прям сделал, да? Да, все слова вам указаны. Молодцы! Ой, я не могу. Ладно, сейчас все будет пошире. Идите чуть поближе, потому что Сейчас мы с вами играем Следующий конкурс, который Называется Музыкальная шляпа! Вы же хотели петь? Держите микрофон, включите его. Сделайте один шаг назад. Что такое музыкальная шляпа? Кстати, шляпу я не взяла. Есть у кого-нибудь шляпа? Дайте бейсболку. У кого есть бейсболка? Да, вот есть бейсболка. Можно шляпу, бейсболку. Итак, почему она музыкальная? Потому что сейчас вы будете вытягивать слова И ваша задача вспомнить и напеть любую песню, в которой встречаются эти слова. Понятно? Нет-нет, можно по одному. Но партнеру своему можно подсказывать. Но тихонько, тихонько, чтобы не было слышно. Итак, Галя, ну с тебя начнем. Завязаешь шляпу и говоришь слово. Говори слово. Говори слово. Дождь. И поехали. Песня. Пьяный дождь. Песню надо петь. Итак, пропускаем. Пошли дальше. Семен, 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 Семен. Давайте, жиренька, жиренька. Слово. Дом. И песня. А, крыша дома твоего. Спой. Под крышей дома твоего. Молодец! Это будет все. Пошли дальше. Давайте поживи. Просто поживи. Итак, слово. Роза. Роза, поехали. Миллион, миллион, миллион. Молодец, Артем. Артем, берем слово, поживи. Имя. Давай. Может, оно было имя? Имя любимое мое. А, вот и Семен, Роза. Молодец, Юля. Город под подушкой. Город сказка, город мечта. Молодец, Юля. Илья, тебе слово. Не город. Не город. Не подглядывай. Вот. Свет солнца. Давай. Пьяное солнце, оно уйдет и... Аплодисменты, это правда, Арина. Передаю. Слово. Арина, слово. И снова седая ночь. Да я это вижу, Арина, не знаю. Ночь. И снова седая ночь. Аплодисменты, Илья. Делаем живее, живее. Все, зал поддерживает аплодисментами. Аплодисменты. Илья. Слово. Сон. Ну я знаю одну песню там. Скоро вечный сон, скоро будет хорошо. Ну прекрасно. Мы ее не знаем. Да, да, пес. Так. Ну, такая песня существует. Есть. Есть такая песня? Правда, правда. Аплодисменты. Да. Идем еще один круг, Арина, это достаточно. Давайте еще бегом. Микрофон быстренько сюда перешел. Давайте просто поживее это делаем. Слово? Конь. Конь. Ну уж коня-то. Ой. Мы втроем с конем. Они втроем. Аплодисменты. И так, молодец, Коля. Семен. Реха. 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 Мы плывем по реке, вместе с другом, с моим рекой. Ну-ка давайте ту прореку. Была такая. Ты неси меня, река, за крутые береги. Аплодисменты. Юля. Это девушка. Такие девушки, как звезды. Молодец. Семен. Семен. Лето. Ты это слышишь? Я уже говорила, помогай. Лето, солнце, что-то. Мы отменяем конец света. Где же лето? Мы отменяем конец света. Ну спасибо, Юля. Аплодисменты. Это? Твои глаза, такие чистые, как небо. Что там, глаза? Аплодисменты. Давай, вот. Игра. Моя игра. Моя игра. Она мне проносит и такие же, как и я. Моя игра. Давай. Шляпа, это игра. Шляпа, это игра. Аргентина, Ямайка. Боль. Все задумались. А мне не нужно такие песни про боль знать. Нужно только радостно знать песни. Нет, это боль. Это боль. Боль зерча болит от любви. Такая боль. Такая боль. Аргентина, Ямайка. 5-0. Аплодисменты и последняя песня. Любовь. Наверное, это любовь. А, молодец! Аплодисменты, молодец! Про него, конечно, очень много песен. И мы им говорим. Молодцы! 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 Ой, да. Пора, конечно, подвигаться. Я так думаю, что самое время пригласить сюда Black & White. Пусть тоже двигаются. Black & White на сцену. А мы объявляем следующий конкурс. Танцевальный корпус! Танцуют пары вместе, между собой. Стараясь показать именно тот танец, который звучит в мелодии. Ну, в общем, я бы скорее рассказала, но вы поняли. То есть, если это ломбада, то... Упс! Танцуем ломбаду. Кстати, чтобы вы были в шахматном порядке, мы на вас смотрим. И обязательно... Назад уйдите сюда. Идите сюда. Все. Готовы за аплодируем? Готовы за аплодируем? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Я далеко, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю, ты далеко и даже не скучал, потому что ты узнала, что я далеко от тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Но чтобы все поняли, как происходили действия самой простой сказки, которая называется «Рэпка». Именно «Рэпка». Итак, сейчас каждый из вас возьмет, давайте сначала девочки. Дима Торзок Ну это значит тоже этот, как его, листочек, который был сверху. Вот тебе говорят, не лезь вперед, басни, пекло. Итак, у тебя осталось. Итак, все. Давайте проведем перекличку. Рассказчик Репка Ооо, бедная репка Детка Бабка Внучка Жучка Кошка Кошка Мяу Мышка Пи-пи-пи Пи-пи-пи Уходим за кулисы, а рассказчик остается, потому что ты сразу же начинаешь. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Поехали. Что? Все, помогает. Рассказывает, помнишь. Жив был дед, дед был круг, был дед богат, любил дед круг. Здесь у деда чест� и мы в среднем. Лично по мини, лично по мини Цельское хозяйство и дедово фишка Сидеть и шаг не мешает надышка У дедов всегда в огороде растут Древний овощ, древний фрукт Реальный чувак в своем роде Хозяин в область в своем огороде Йоу-йоу, привет к деду Летом в деревню к деду поеду А после мой рассказ, друзья без мазы Как деда Генрак стал героем сразу Час за часом в детсколе входил Зарег истенил, что вчера посадил Как-то отдашься ранним утром Вышел в детсколе и мой был мудрым И он на репку сказал, ну не знаю Выросла репка, большая-большая Лета, большая-большая Репку, репку, я с твоим сочетаю Лета, свидетель мне крепко Детский на репку, шепка, репка Лета, большая-большая И он на репку, шепка, репку, шепка, репка И он на репку, шепка, репка Ты думаешь, с тобой мы справимся? Репка, большая, а мы с тобой старые все Янучка, скорее, беги сюда Тут резко, большая, не куда-нибудь сюда Пришла внучка, стоит через локти Каплуки, вот такие, вот такие ногти Ух ты, под глазом целым Дай на водику, заходь, дедка Каплуки, вот такие, вот такие, вот такие Детский на репку, шепка, репка Тут не можешь, можно? П got pizza К味дая, ал accidental В комментариях Репка, большая, небольшая Реп, реп, река Рек, рек, рек! Репка, бережная Репка, бережная Репка, бережная Зав Wise ПЕСНЯ 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 Аплодирует экран. Аплодирует за. Что случилось? Все хорошо? Понятно. Итак, Юля, все готовы? Все-все-все? Ну тогда мы готовы посмотреть домашнее задание, тут я понимаю, от курсантов. Или все-таки мы будем конкретизировать? Нет, не будем? Ну тогда встречается домашнее задание. Бурные аплодисменты. Аплодирует. Аплодирует. Юля, Ча! Аплодирует. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алина и Илья, аплодисменты! Бурные аплодисменты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вас я прошу задержаться. Ну, потому что пока они переодеваются, анекдоты кончились, что у вас в запасе всего два анекдота на двоих. Ну, а? А, прошай? Прошай, ну давай, прошай. Ну, этот анекдот относительно короткий, но все равно смешной, я считаю. Так ты знаешь, я тебе хотела сказать, что самое интересное, это когда... Нет, когда он тут короткий. Самое главное, это подача. Ну, тут подача будет. А, давай! Аплодисменты. Так, начну с предусловия. Идет хоккейный матч. Идет хоккейный матч, комментатор комментирует все события. Ну и вот, происходит атака на последних минутах. Главный нападающий бьет поворотом соперника. Шайба летит в комментаторскую кабину. Шмена Шашпавов! И, да, это, в принципе, неплохо. Кстати, а как вы насчет того, чтобы объяснить не одно слово? Я его не говорила сегодня, но самое смешное, что, когда я его нашла, мне показалось действительно, что тоже мне попала шайба в рот. Что обозначает слово «пешня»? Пешня? Да. Пешня. Вообще, это, конечно, правильное ударение «пешня». Я сейчас посмотрю, у меня есть подсказка. Что это такое «пешня»? Кстати, я забыла. Вы знаете, я хочу сказать, что это из мужских слов. Может, пашня? Нет. Я сначала думала, что «пешня» кто-то говорит, ну, так, как ему попала шайба, да, была? Тимофешня. Тимофешня, да. Итак, «пешня». Представляете, это лом для создания проруби с деревянной ручкой. Представляете? Ну, вот после сегодняшнего дня, это вы будете знать. У меня, кстати, здесь есть еще загашник. Что такое «киянка»? Это такой молоточек деревянный. Молодец. «Киянка» — это солярное молоток из дерева или резина, да? Зачем он нужен? Ну, чтобы, допустим, на эти кирпичи притаптываешь, ну, чтобы их не поломать. Ну, то есть нужен удар, но не такой сильный, как если бы это было, да, кувалда. Так-так-так-так-так-так-так-так. Там все вроде бы сказала. Ну, давайте, вопросы из зала. Быстрей-ка, девочки, вопрос на засыпь к мальчишкам. Любое наше какое-нибудь такое. Ну, у меня кончился запас. Ну, давайте. Ой, я вспомнил. «Tangle teaser». «Tangle teaser». Что такое «Tangle teaser»? Нет, это не «Tangle». Что там для волос? Ну, я вижу, что Марина Александровна показывает на волосы. Но она показала точно, но ты не понял, что это такое. Это укладка? Это расческа. Это расческа, представляете? Ну, девочки, кстати, сами не знали. Итак, девчонки, давайте. Ой, сидят тут старые. А вы тоже старые? Шерлак, шерлак, шерлак. 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 Это лак какой-то? Ну, это лак, действительно, просто он держится дольше. И его тоже надо немножечко под лампу. Ну, чтобы... Что там происходит? Да, свет какой-то. Ну, давайте дальше, дальше, дальше. Тише. Что такое керлер? Что? Керлер. 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 А, это завитушечка для ресниц. Ой, Марина Александровна неправильно показала, да? Итак, что это? Ремувер. Ремувер. Это, допустим, ты что-то сделал, волосы... Волосы назад, да? Нет, кудряшками, а ты ремувер их обратно сделала. Нет? Нет, что такое? Я не лак снимала с ним, а с ним не вспомнила. Еще, еще, Ольга Леонидовна, да? Фуэ-те. Фуэ-те. Покажите. Покажите свои фуэ-те. Да-да-да. Ножки. Это правильно? Аплодисменты. Еще. Давайте. Пепельетки. Как? Пепельетки. Пепельетки. Это какая-то одежда. Папина? Нет. Мамина. Мамина? Косички? Косички? Ну, давай, придумай. Обувь какая? Обувь. Это, что я говорил, закручивать волосы, пикуди. Итак, что такое пепельетки? Это как раз-таки закручивать волосы. Да, такие пикуди, видимо, которые гнутся, да? Вот. Так, еще, еще, еще. Как? Гиалуронка. Гиалуроновая кислота есть такая тема, короче. Ну, ты ее мажешь на лицо, и у тебя с лицом лучше все становится. Ну, немножко не так. Че ж, прямо они кислотой и лицо мажут. Нет, гиалуронку, кстати, используют не только в косметике, но вообще это разглаживает морщины. Но они тогда ее отправляют, и машинке так, ничего. Ну, ее даже в коленку, помнишь, да? Да, да. Если будет проблема, то будет проблема. Еще есть слова? Да. Они у вас там шьют одежду перед тем, как выйти на сцену? А? Ну, я даже не сомневаюсь, что они могут там уже с машинкой шить. Итак, ну, давай. Air touch. Air touch. Air touch. Air touch. Это... Это... Это способ покраски волоса. Это способ покраски волоса. Что такое мелирование, знаете? Да, это тоже, короче, волосы красить. Ну, слава богу, хоть это они знают, и на этой ноте мы аплодируем нашим партнерам. Вай, что вы хотите, потому что вы уже помните, что вам нужно будет выйти вместе. Что мы делаем? Смотрим на свету? Марина Касанкова. Нет, ну, давайте определимся, потому что у нас есть как раз время до ужина. Сегодня мы просто замечательно заканчиваем этот конкурс. Но хочется на них посмотреть. Да, вот при таком красивом-красивом цветовом оформлении. И вечерний выход встречаем конкурсантов! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не умею жить по-другому Спасибо, Мальдам! Я не умею жить по-другому Я всегда, но я сыграю в полный мир Ой, какие красивые! Аплодируем! Я не умею жить по-другому 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 Назад от финиша к исходнику Илья! Юля! Илья! Алина! Починяли гордите! Все три, ребята, не аплодируют! Алина! Далее! А давайте сейчас мы пригласим! Паша Луэй! Аплодируем! Аплодируем! Илья-сима-минивай! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и что мы сидим? Уже готовы? Шеста, как он? Ужен. И ваше предложение? АПЛОДИСМЕНТЫ ПОБЕДИТЕЛЕМ! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, в номинации Мистер Анекдот Побеждает Башкарёв Павел! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ХОТОРАВАТСЯ Как мальчики Пашка, ты тоже иди фотографируйся Он красавчик Он красавчик, а я его Вон фотоаппараты там внизу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В номинации Мистер Артист Побеждает Князев Семен. Фотографируемся. Делаем все быстро, ребят. Быстро, мы еще не ужинали. В номинации Мистер Мачо побеждает Галясьиков Илья. Илья, ручечка, фотографирование, грамотное. В номинации Мисс Очарование побеждает Злобина Арина. Арина, фотографируемся. Продолжаем. А где по 3D? Продолжаем. Продолжаем. В номинации Мистер Камедиев побеждает Патридена Илья. Фотографироваться. Продолжаем. В номинации Мисс Обаяние побеждает Кулаева Юля. Илья, ручка, фотографироваться. В номинации Мисс Грация побеждает Широких Галина. АПЛОДИСМЕНТЫ В номинации Мистер Зрительских симпатий побеждает Жук Артём. АПЛОДИСМЕНТЫ Мисс Зрительских симпатий становится Файзулина Юля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фотографироваться. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а теперь давайте барабанная тропь по шторинке. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, номинации «Супер-бупер-купер-бара» побеждают Злобина Алина и Галязиков Илья. Молодцы! В номинации «Вице-мистер-орбита» побеждает Жук Артем. Молодец! В номинации «Вице-мистер-орбита» побеждает Злобина Алина. В номинации «Вице-мистер-орбита» побеждает Фаизулина Юлия. Ну и что уж скрывать, в номинации «Вице-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мистер-мист Семен, как не придешь, я тебе. Идите, подходите, фотографируйтесь. Диплом упал. Что, он тебя не радует? Миша, иди сюда. Понятно. Ну как-то вы и стали как-то по-детски. Ну давайте сделаем как вам красиво. Идите сюда, Миша. Кучнее, что-нибудь там. Мальчики во мне, мальчико с девочками. Девочки с мальчиками. Мальчики с мальчиками. Идите туда, да там фотографируют всех. Ой, аплодисменты всем. Аплодисменты.